Сегодня в своём обращении президент объявил о преждевременном завершении карантина. Отменённые ранее школьные выпускные пройдут в стандартном режиме. Сейчас заказы посыпятся. Слушаю. У меня выпускной через семь дней. Киноплейс. Нужна укладка, но волосы скатались в колтун. Корни отросли, и кончики секутся. Дорогая, карантин закончился. Извините, но у нас уже всё расписано. Отправи её к собачьему парикмахеру. Всегда всё нужно делать самой. О, фены. Откуда они знают? Так, что там за пятёрик? Регулировка мощности. Турбо-режим. Должно помочь. 25 моделей. Так, чё там подешевле? Не. Вот такой хочу. Чё там пишут? Ужасный фен. Очень понравилось. Плохой и короткий шнур. Не, это не подходит. Как я буду в колодце им пользоваться? Длинный шнур питания. 4 модели. Вот такой хочу. Добавлю в список. Так, чё ещё? Эпиляторы. На аккумуляторах. И чтоб можно было мочить. А то в моём колодце кругом вода. Чё так дорого? Чё так дёшево? Хочу розовый. И между прочим женщина. О, тут можно выбрать, где подешевле. Хотя мне-то какая разница. Ведь я могу им сделать звонок. Но для вас я оставлю ссылки в описании. Здравствуйте, мне бы хотелось... Выбери карту. Клади обратно. Хоба. Эм, ну это же фото вашего члена. Я знаю. Скажите, а у вас свободен? Двенадцатый домик. Такой? Нет. Это по-прежнему фото вашего члена. Так вот, как-то давно мы с друзьями останавливались здесь. Это было... Что-то вроде продолжения выпускного. Смотрю, вы умеете отдыхать. А вот я так не могу. Но хотел бы попробовать. А так, у меня из увлечений только это. Хотите взглянуть? Мстители, финал. Грехообзор от Кинокоса. Эй! Может, все-таки? М? А канал пропиаришь? Киноплейс. Киноплейс. Выпускной. Через семь дней. А я сломала ногти о колодец. Алло. Это салон красоты Людмила? Алло. То есть, она убивает тех, кто ей отказал? Чего она от тебя хочет? Даже представить не могу. Ты ведь не парикмахер. Да с чего ты вообще взяла, что это она? И даже не косметолог. Вот поэтому мне ничего не грозит. А ты поменьше смотри свои ментовские сериалы. Теперь ты умрешь два раза, сука. Самара? Тебе кто разрешал мой телевизор смотреть? Куда вы ее дели? Я ее того. Бритвы по горлу. В колодце она лежит. Можешь посмотреть. Как ты думаешь, там глубоко? Давай что-нибудь бросим. Ай, сука! Ладно, вылезай уже. Мы тебе поможем. Ничего мне от вас не надо. Вы разрушили мою жизнь. Уходите. Два часа спустя. Так, а куда все подевались? Ух ты! Мама, я в телеке. Почему ты не берешь трубку? Я хотел привозить тебя на выпускной. Ах, да ну нахер! Почему ты меня игнорируешь? Я что, тебе не нравлюсь? Что делать? Думай! Притворюсь-ка я мертвым. Сука! 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 Настя, подойди, пожалуйста. Настя, ну вот что это такое, а? Мы, по-моему, с тобой договаривались. Ну все, все, ну ладно. Нам иди сюда. Все хорошо. Ну все, все. Плачь, плачь. Все хорошо. Максим Кнутов. В перебивках вместо Киноплейс можно вставлять рандомные имена, чтобы кто-то доиспугался. Я много раз уже хотел сделать подобные приколы, но я потерял исходники с мурчанием кошки. И мне нужно теперь записывать заново. Неизвестно, когда Кинопусь будет в следующий раз мурчать. Ну ты почеши за ушком. Бывает, после этого происходит кусь. Георгий Карпов. Лучший бэкстейдж тот, что снят на пляже. Ну не знаю, бэкстейдж в воздушном шаре тоже может быть не так. Вот, кстати, у нас, я понял, тут намек. Я тоже очень сильно хочу такой бэкстейдж. А там шумненько, наверное, Дим. Там же горит эта штука. Там будет очень шумненько. Петличка поможет? Относительно. А мы переразвучим. Кстати, когда я только создавал канал, я старался как можно больше съемок проводить на открытом воздухе, в красивых атмосферных местах. Так вот, я хочу сделать это некой традицией. И в последующих бэкстейджах, раз вам с мурин так понравилось, мы будем чаще появляться в каких-то красивых местах нашего и вашего любимого юга России. Трилон или Трилон. Я как Вилсон, сижу, смотрю, меня гладят голосом по ушам, я сам молчу. Ну что ж, пора нарушить традицию. Какая традиция? Я думаю сидеть, молчать. Блин, я сначала испугался, что он представляет, что я его глажу. Саша Ястребов. Мне нравятся твои брови. По скрипту, на тот момент, когда ты будешь это читать, я буду есть персик. Интересно, он до сих пор есть персик? Что-то точно совпало. Уже сколько? Уже, ну, кстати, ровно неделя прошла. Пять дней назад написано. Саша, Ястребов Саша, да? Да. Саша, ты весь с собой все в порядке? Пришли фото, как ты сейчас выглядишь. Чувак, Уся, думаешь, это твое кресло, да? Будешь теперь его драть, спать на нем, да? И удивляться, когда я буду тебя загонять. Это все мое, мое. Пойду попью. Владимир Революционер пишет. Это должно быть голосом Гермионы. Это непонятные растения. Перестаньте их употреблять, и они вас отпустят. Вы знаете, очень много приколов не дошло до финальной версии, потому что это все-таки доброе детское кино. И мы решили сделать некую такую уважительную переозвучку. Все моменты, которые были на грани, мы решили обхудить. Владислав Дятлов, как всегда, круто, молодец. Но есть одно но. Ты меня вообще не лайкаешь, хотя я давно много оставляю комментариев. Так что нужно настучать по наглой рыжей морде. Это шутка. Спасибо за хорошее видео. Вот что он хочет, чтобы я его встретил после этого? Не, я понимаю, что это за анекдота про лису хитрую. Ты лайкнул? Нет. По-моему, нет. А смотри, там есть лайки? Да нету, нету. Ребят, ну я ставлю лайки за либо очень оригинальные и веселые комментарии, либо за добродушные. Я не ставлю лайки тем, кто много комментариев оставляет. У нас остался один комментарий. Олег Калинин. Я тоже был в командировке на море на прошлой неделе. Блин, я очень рад за тебя, Олег Калинин. Это здорово ездить на море в командировку. Особенно, если у тебя получается отдохнуть. У меня не всегда получается. Но в этот раз мы ездили с Настей. На самом деле, вот эти свистопеределки сзади RGB-подсветка мне ни к чему, но они были в комплекте этого кресла. Спасибо моим самым активным подписчикам, которые донатили на это кресло. Около половины его стоимости оплатили именно вы. Теперь вы меня часто будете видеть в этом кресле, особенно на стримах. Не хватает только хорошей веб-камеры для стримов. Так что, если вы хотите и с этим помочь, то жду ваших донатов на следующих стримах. Когда на этом видео наберется 8 тысяч лайков, мы сделаем новую переозвучку. Обязательно расскажите, понравилась ли вам коллаборация с Кинокосом. И мы, кстати, хотим сделать отдельное видео о том, как мы ее озвучивали. И это видео я выложу, как только наберется 4 тысячи лайков. А новая переозвучка 8, а это 4. И мне очень интересно, что вы думаете о нашей короткометражке, которую вы видели до бэкстейджа. Блин, самое забавное, что мы еще не записывали Кинокоса. Мы еще не снимали короткометражку. Что в рабочий момент. Мы уже все видели. Я почему-то уверен, что у нас все получится. Мы еще не драли кресло, и они уже все видели. Надо было сделать начать вот так. Здравствуйте, зрители канала Киноплейс. Если вы смотрите это видео, значит, Кинокусь уже разобрал это кресло. Блин, ребят, в общем, спасибо вам за активность под роликами. Жду ваших лайков, подписок, репостов. И, конечно же, интересных комментариев. Ну и, конечно же, расскажите, как прошел ваш выпускной и как вы к нему готовились. С вами были Дмитрий Батицкий, Настя и Кинокусь на уютном канале Киноплейс. Дмитрий Батицкий, Настя и Кинокусь на уютном канале Киноплейс. Кинокусь на уютном канале Киноплейс. Кинок — Кинок.